Знаете, так не честно. Взять и сделать прямую отсылку на большую сюжетную арку, а саму арку не показывать, ну это как-то некрасиво. Тем паче, что там должно было быть много Луви и Дельфильд. Притом не в режиме Шуру рядом, а вполне серьезном. Но зато теперь со спокойной душой можно вернуться к прочтению манки с ее вариацией 10 негритят. Благо теперь ей точно не получится заспойлерить сериал. Между тем, третий эпизод вышел не в пример второму интересному от и до. Даром, что в прошлом у нас было вроде как серьезное расследование, а здесь Вайвер Кун, раздраженный перерывом в работе любимого кафе, занимается проблемами с проводкой, вызванными гигантскими электрическими зайцами, которыми управляет полуголый Макнегр, которому выставили в итоге счет на электричество. Мне кажется, что это было немного прекрасно. Собственный эпизод весь из себя вышел повседневно развлекательным. За Эль Миллоем и его ученическим сбродом в относительно повседневных делах просто интересно наблюдать. Весь эпизод полон тонких деталей, которые очень сближают с персонажами. Будь то, что Вайвер Кун без любимого кафе становится раздражительным, но более раздражительным, чем обычно, и вымещает злобу на флоте Эскардосе. Или Луви Эдельфельд, своей эксцентричностью оказавшаяся фанатка рейстлинга. Про Чуни Бьё на факультете магии я вообще молчу. Ну или что у Каулиса Форвиджо и Гмеления в комнате висит плакат, подозрительно напоминающий о Франчане. Собственный эпизод вообще порадовал отсылками к Апокрифе. Тут вам и Каулис с плакатиком, и Гамонкулы, и сынуля мастера Зигафрита. Собственно, становится даже интересно, при каких обстоятельствах Каулис оказался в Часовой башне. Была ли в местном таймлайне вариация войны с Грааль в Трифосе? И насколько она отличалась? Ведь здесь повествование строится на таймлайне, где в Третьей войне призвали Авенджера, а не Рулера. И вообще, может и здесь где-нибудь Астольфу гуляет? Правда, вместо этого нас, похоже, вернут к событиям Пятой войны с Грааль. Да, в сцене после цитров вновь заговорили про Фуюки. Пока без подробностей, просто что туда направили двух магов от ассоциации. Вероятнее всего имеется в виду Атром Галиаста, оригинальный мастер Кастер, и Базет Фрагма Кремец, мастер Кухулина. И вот сам факт возвращения к Пятой войне одновременно интригует и разочаровывает. С одной стороны, интересно, как Вайвера Куна повяжет к происходящему, с другой, ну сколько можно дать войну Фуюки. Серьезно, лучше бы уже показали ту самую вариацию десяти негритят. Субтитры сделал DimaTorzok